Шалом, всем добрый вечер. Мы сегодня переходим на 28 главу книги Хесхир. У нас есть здесь 4 пророчества. 4 пророчества, когда есть 2 пророчества о Цоре снова, то есть мы продолжаем Цору, сейчас увидим разницу. Небольшое пророчество о Цедоне и в конце уже пророчество, обращенное к народу Израиля, тоже небольшое. И, в принципе, наша глава начинается, как мы сказали, с двух пророчеств, которые продолжают заниматься Цору. И той судьбы, которую Боже дает. Но есть одно сильное отличие от того, что мы читали в предыдущей главе, в 27. Если в 27 главе речь шла о пророчествах, которые обращались к Цору как народу и так далее, то у нас мы уже видим, что, в принципе, есть обращение к Нагиду, то есть за Нагид правитель, Мелех, царь Цора. И они, скажем так, еще нам раскрывают один из аспектов, почему Цор постигла плохая судьба в конце концов. В принципе, причина этому – это, скажем так, не очень правильное и хорошее поведение царя Цора. Первое, то есть, скорее всего, из-за, скажем так, слишком высокой гордыни и возвеличивания самого себя, как это мы увидим в первом пророчестве. Или из-за, скажем так, как мы видим во втором пророчестве, из-за того, что в конце концов царь Цора, правитель Цора, дошел до коррупции, из-за коррупции, да, скажем так, весьма мерзопакостного поведения. Дело в том, что интересно, что непонятно, то есть, о ком идет речь, вроде бы, то есть, да, речь идет о ком-то, то есть, правителе особенно, или, в принципе, имеется в виду о деяниях правителей, то есть, да, которые были в Цоре, хотя во втором пророчестве там упоминается имя царь, то есть, именно Мелех Цор, а здесь Нагид Цор, то есть, да, правитель, в любом случае, так или иначе, в принципе, его поведение этого правителя, этого царя Цора, очень, скажем так, подобает саму царству, то есть, да, как оно действует. Окей, итак, пророчество. Первое пророчество идет так. «И было слово Господне ко мне сказано, сын человеческий, скажи властелину Цору, сказано, правитель, «Так сказал Господь Бог за то, что вознеслось сердце твое, и ты говорил, я Бог в обители Божьей воссел, я в сердце мое, я в сердце Марий, а ты человек, а не Бог, и поставил сердце твое наравне с сердцем Божьим. Вот мудрее ты, чем Даниэль». Кстати, тут что-то Даниэль, не путать, это не пророк Даниэль, которого мы знаем, скорее всего, потому что мы уже говорили об этом, уже упоминался Даниэль, он, конечно, жил в то же самое поколение, что и Хискель, только Даниэль намного младше Хискеля, скажем так, Даниэль еще не совсем раскрылся, поэтому такое, то есть он не может быть настолько известным Даниэлем, что его знают в Соре, скорее всего, это какой-то, какой-то универсальный Даниэль, то есть какой-то, то есть личность, так далее, которую он все знает. То есть вот ты, мудрее, чем Даниэль, всякая тайна не сокрыта от тебя, мудростью твоей, разум твоим, скопил ты себе богатство, скопил золото и серебро в сокровищницах твоих, великой мудростью твоих, торговли твоей, приумножил ты богатство твое, и вознеслось сердце твое из-за богатства твоего. То есть, да, все хорошо и пошло дальше. Посему, вот я привожу на тебя, чузыземцев, жесточайших из народов, и обнажат они мечи свои против красоты, мудрости твоей, и осквернят прелесть твою. В могилу низведу тебя, и умрешь смертью убитых в сердце морей. Интересно, повторяю снова сердце морей. Скажешь ли я бог перед убийцами твоими? А ведь ты, человека, не бог, в руке убийцы твоего, смертью необрезанных умрешь от руки чужеземцев, ибо я говорил слово Господа Бога. Это интересная вещь. Смертью необрезанных умрешь, а он сам кто? То есть, да, тут есть интересный момент, стоит отметить, что смерть необрезанных, типа, это смерть недостойная, то есть, да, скажем так, неподобаясь, то есть бесчестная смерть. И это, кстати, покажется о том, что есть мнение, то есть есть свидетельство, что жители Цора, а точнее финикийцы, и египтяне, кстати, обрезались. И в древности тоже. Поэтому для них тоже умереть смертью необрезанных, необрезанных, это кто-то, кто недостойный, то есть презренный. И поэтому обещают смерть презрения. Для финикийца, то есть, в принципе, Цора, это так или иначе, связано с финикийцами, таким образом, то есть, да, он умрет смертью необрезанных. Как и в Египте. Кстати, есть такая даже теория, что мы, евреи, переняли египтян за фритью обрезания. Потому что египтяне обрезались. Ну, это теория конспирации, то есть, это не совсем верно. Но есть такое понятие, когда занимаются исследованием Танаха от Балды, то у них получаются такие вещи. Хотя исторические аспекты, да, пока что в Египте, скорее всего, да, делали обрезание. Ну, непонятно, кто, где то же называется яйцо, а где курица. Немножко по-другому. Но это не наша тема. В любом случае, пророчество. Мы его прочитали. Давайте попробуем разобраться с этим пророчеством. Естественно, да, явно видно, то есть, очень похожие вещи между поведением самого Цора, как царства, и между поведением ее главы, ее властелина. Богатство. То есть, огромное богатство. То есть, загабы, кеса, то есть, золотое серебро. Огромный экономический, скажем так, рост и успех. Государство, которое находится в сердце моря. То есть, да, это фраза используется два раза. Которое очень сильно описывается уже в предыдущей главе. В конце концов, стали источником падения правителя Цора. который приписал этот успех огромный своей мудрости. Своей мудрости большой. Он мудрый человек. И, в принципе, он до того, то есть, себя, то есть, скажем так, восхвалял и приписывал себе все эти заслуги, которые произошли с Цором, с точки зрения экономического блага и состояния его. что, в принципе, дошел до того, что он Бог. То есть, да, обожествил себя. Кстати, можно даже сказать, что для вот этого ощущения божественности и поднятия себя на божественный уровень также и, скажем так, внес свою лепту и место расположения графической Цора, которая находится в сердце моря, то есть, да, на острове, которая, как бы, в принципе, в одиночестве и оторвана от всего в своем великолепии, то есть, да, похоже на какой-то на Олимп такой, то есть, в принципе, тоже дает какое-нибудь такое ощущение божественности в каком-то смысле, то есть, да, для этого царя-отцова. Так вот, напротив этой величайшей гордыни правителя Цора, властелин Цора, стоит Эхискель и подчеркивает, что он, правитель Цора, человек, человек, а не Бог. И он выучит этот урок, что он человек и не Бог, в будущем очень тяжелым путем. Когда он будет убит людьми, то есть, да, где болев аямим, то есть, да, в сердце морей, то есть, да, то есть, то, что у вас замечает, что он в сердце морей, делен в божественных, там же его убьют люди. Кстати, в предыдущей голове вот это вот словосочетание в сердце морей, то, что называется болевьямим, появляется четыре раза. Два раза, когда они, оно описывается в величии Цора, а потом два раза падение Цора. Здесь тоже появляется только два раза. Один раз величие этого властелина, а второй раз падение этого властелина. То есть, самое то же самое. Кстати, очень интересно, тяжесть вот этой вот гордыни властелина, он уже подчеркнул с самого начала. Дело в том, что пророчество построено вообще по такой системе. Сначала описывается, то есть, да, то есть, что происходит с Эльцором, как он себя, то есть, богатство, как он властелина Цора, как он себя видит, и так далее, и так далее, а только потом наказание. Система такая, вот ты себя видел, поэтому тебе будет так-то и так-то и так. И здесь мы видим, что Хискель не выдерживает. Он начинает его описывать, и он сразу же срывается, то есть, Хискель, от такой наглости. Мы читаем, сын человеческий, я жил властелину Цора, так сказал Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, ты говорил, я Бог и обители Божьей, воссел я в сердце морей. То есть, да, то есть, это начинает, и вдруг обрывается, а ты человек, а не Бог, и поставил сердце твое наравне с сердцем Божьим. Это слова Хискеля, то есть, да, он говорит, то есть, только начинается фраза, то есть, да, что он, то есть, увидел ты себя, то есть, как Бог, он говорит, ты не Бог, ты человек, и продолжает, идет, вот мудрее ты, чем Даниэль, и так далее, и так далее, идет описание снова этого правителя Цора. После того, сорвался Хискель, он начинает уже говорить под руку. Окей. Что он нам говорит, он ему говорит, то есть, да, в принципе, в будущем он будет наказан, то есть, он себя возомнил, что он правитель, что он Бог, находя, находится в отдалении, сидящий в сердце Марии, в обители, в сердце Марии, Божья обитель, в конце концов, ты погибнешь в этой же Божьей обители, то есть, причем от кого? От руки людей. И вот там, то есть, в принципе, интересно, это выражается в девятом стихе, то есть, в принципе, сарказм, то есть, да, пророк. Пророк говорит, скажешь ли я Бог перед убийцами твоими? Окей, то есть, да, Когда тебя будут убивать, ты тоже будешь говорить, что ты Бог? Ну, давай. То есть, да, погибнешь ты как человек. То есть, они подумают, а, да, Бог, мы тебя трогать не будем. То есть, да, такой вот сарказм, который говорит ему. То есть, да, ты не сможешь им сказать. В любом случае, то есть, здесь тоже появляется система строения, как с разрушением цора, то есть, только в цоре было, ты думал так, а тебе за это будет вот это, а здесь вот это ты думал так, растянуташ на 4 стиха, а потом 4 стиха называют разглядом, что тебе за это будет. То есть, это, то есть, строение продолжается, что ты выучишь на грустном, то есть, на своем шкуре. Это первое прощество. Кстати, тут стоит заметить очень интересную вещь. Есть очень большая похожая между этим правителем цором и еще кем, из Танаха, нам знакома личностью. Царь Шломо совершенно верно. Я прочитал по губам Талли, то есть, да, даже без звука. Царь Шломо. Царь Шломо, действительно, оба стали известными из-за своей величайшей мудрости. Говорит, то есть, да, про Шломо надо говорить, а здесь он говорит, вот мудрее ты, чем Даниэль. Очень мудрый. Оба действительно использовали эту мудрость для того, чтобы накопить огромный богатство. Как царь Шломо, так же и Цону. И в конце концов, их особая мудрость привела их к их падению. Обоих причем. Царь Шломо тоже, в конце концов, пал. То есть, в принципе, то есть, мы ссору прочитали, а царь Шломо напомним, то есть, да, своей мудрости. Он решил, что он, полагаясь на свою мудрость, на свои, полагаясь на себя, в конце концов, разрешил себе некоторые вещи, которые были запрещены, что привело его, в конце концов, скажем так, к тому, что в его стране, при его правлении, уже строили скопище для идолопоклонства. Он этого не строил, но, в принципе, его жены этим занимались. И, скажем так, все это закончилось плачевно, разрывом на Батисе Царства. Что здесь пытаются этим выучить? То есть, в принципе, тут нас пытаются научить очень важные вещи. Пророк, то есть, про Тараш Ломой, здесь тоже. Опасность, которая есть всегда у людей, которые наделены особенными качествами, то есть, серьезными качествами, которым им дал Всевышний. Иногда этих качеств, эти силы, они просто забывают, кто их им дал. То есть, что-то идет от Всевышнего. Они их забывают Всевышнего, что Всевышний дал всю эту силу, Всевышний дал возможность, то есть, дал эти особые качества. И, в конце концов, они из-за этого преуспели, и они начинают приписывать особые качества это лично себе. Таким образом, это поднимает им их самооценку очень высоко, высоко-высоко-высоко и гордыню. И, естественно, приводит к опьянению своей силой и властью, и мощью. И, в конце концов, это приводит к извращению их, скажем так, их возможности вообще оценивать ситуацию и реальность, и с точки зрения теологической, то есть, религиозной, и даже этической, то есть, плана. И то, и то, то есть, они уже неправильно оценивают, то есть, систему ценностей у нее нужны. Она сбивается, ориентир полностью из-за их гордыни. Это опасно. Это большая опасность, то, что называется, то есть, получить большую мудрость опасно. Кстати, вы знаете, сегодняшний раз, стать богатым, это большое испытание. Богатство, это страшное испытание, и есть люди, которые говорили, что они не могут выдержать испытание. Здесь интересная притча, правда, не связанная с нами, то есть, это, знаете, про богатство будем говорить следующее, то есть, мы уже перед тем будем проходить к следующему проблеме второго пророчества, то есть, пророчество, которое связано с другим аспектом у этого правителя Цора. Можно даже рассказать, что это будет связано в том смысле. Есть такая притча, очень интересная, хасидская, правда, хасидская, ну, может, про кого угодно расскажут. Когда большой, очень сильно бедный человек, был, когда был бедный, очень сильно помогал другим и так далее, постоянно нуждался и он просил благословения. Он пришел к своему рабу и сказал, что он его благословил, чтобы он стал богатым. То есть, зачем тебе богатство? Если я стану богатым, я смогу помогать делать то, то другое, третье, пятое, десятое. Он получил благословение и в конце концов стал очень богатым. И поначалу, то есть, да, он пускал всех бедняков, в дом, то есть, да, и кормил их и так далее, и так далее. На определенном этапе жена сказала, что они шляются по дому, пусть он сидят там внизу на первом этаже, то есть, да, и там он их кормил. Потом сказали, в дом ходят, не грязные и так далее, пусть сидят во дворе. То есть, укорачиваю рассказ, то есть, да, можно красиво, красочно и смачно рассказывать. В конце концов, то есть, да, пусть сидят вообще за забором и в конце концов поперестал их кормить вообще и давать им что-либо. И его раб услышал, то есть, о том, что он делал, он переоделся в бедняка, решил проверить, неужели тут все человек с ним так себе ведет, подключался в двери, и там вышел дворец и решил под зад коленом, как говорится, выставить раввина, то есть, в этом одежде, то есть, бедном, иди вон отсюда, то есть, да, бедняк, нечего тут шляться, пачкать тут все и так далее. Он сбросил свою одежду, говорит, позови мне его, я его раввину. И он его позвал, и так далее, о, раби, заходи и так далее, то есть, разговор, да, скажи честно, как ты, ну, говорит, раб, то есть, как ты дошел до такой жизни? Вот, как, так может быть, ты всегда помогал бедным, говорит, и тот расплакался, говорит, сам не понимаешь, что происходит, то есть, да, вроде это, а вдруг постепенно как-то это произошло? Ему сказал, раб, давай я тебе объясню, все очень просто. Говорит, скажи, вот подойди к окну, что ты видишь в окне? Он говорит, я в окне вижу, извозчик поехал, человек пошел, то есть, вон кто-то виду в окно, то-то вижу в окно, А если ты поставишь там серебро? Кстати, слово кесов на иврите, это серебро, а также деньги. Что ты увидишь? Себя. Слови только себя. Это испытание деньгам. Человек, богатство приводит в ведение самого себя и только самого себя. Это огромное испытание. То есть, имея большие, то есть, мудрость, богатство и так далее, уметь не видеть себя. У нас царь Цора дошел до того, что он видел себя до столько, что он уже Бога вообще даже не видел, он себя видел Богом. Поэтому мы переходим отсюда к второму пророчеству. И тут очень интересно. Во втором пророчестве это плач. Плач, как мы видели, плач за Цор, только здесь плач по этому царю, по этому властителю, когда он упал. Но там интересно, что сменяется акцент. То есть, если в первом пророчестве это шла о богатстве, о мудрости, то здесь переключается внимание на, скажем так, красоту и одежды, внушительные, которые есть у этого царя, который, естественно, у него из-за тех, скажем так, купеческих дел, которые происходят у Цора на море. Итак, второе пророчество. И было слово Господня ко мне сказано. Сын человеческий, вознеси плач, а царя Цора, и скажешь ему так, сказал Господь Бог. Ты печать завершенности. Ох ты, класс. Самое интересное, на иврите звучит так. Ата хутем тохнит. Хутем тохнит по-настоящему это... Слово тохнит, кстати, в Танахе используется два раза. И оба раза в книге их искает. Один здесь, и второй, когда он описывает третий храм. И там слово тохнит значит больше, скажем так, строение здания. То есть, как это выглядит. То есть, да. А хутем это действительно в этом случае понятие, то есть, как добавляющее, то есть, да, то есть, в принципе, закрывающее. То есть, получается, то есть, в принципе, баальтов нитму шлемику. То есть, да. То есть, ты выглядишь идеально, окей? Если это перевести. Хотя Дат Микра говорит, что это слово не хотем, а хотам. А хотам на иврите это, в принципе, печать на руке. То есть, и тогда это можно сказать, то есть, ты настолько богат, то есть, дорог и уважаем, как перстень на правой руке человек. Окей? То есть, да, можно так перевести, можно так. Они перевели ты печать завершенности. То есть, они взяли слово печать. С другой стороны, то есть, они перевели два раза слово хотам. И как хотам, и как хотем. И завершенности, и печать. То есть, сыграли старослов, то есть, два разных комментария в одну, в один русский язык влепили и позабыли слово тофлик. Окей. Тоф, ты или, тоже называется, ты облик совершенства, или ты печать, то есть, да, которая уважительная, то есть, человек на его правой руке. Лёгкий. Полнота, мудрость и совершенство, красоты. То есть, да, ты само совершенство от улыбки блаженства. Такая Мэри Попперс. В Эйдене саду Божьем пребывал ты. Сейчас мы это разберем. Всякий камень драгоценный в облачении твоем, рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яшфей, сафир, коробулу и зумрук, и золото, искусство игры на тампанах и свирелях процветало у тебя, в день сотворения твоего были они приготовлены. Интересно, видите, кстати, видите, камни, видите, то есть, да, три ряда камней. Намек куда отправляет? Первосвященник. С тремя рядами камней, правда, там есть некоторые камни, которые отсутствуют, то есть, а из первосвященника здесь 9 камней, а там 12, и 3 камня, которые отсутствуют. Скорее всего, Хескель подчеркивает, что как бы ты ни был похож на великолепие первосвященника, ты не первосвященник. Окей. Но в принципе, то есть намек пересечения. Смотрите дальше. Ты керув, простирающий покров, я поместил тебя на горе Святой Божией. Там был ты средь камней огненных расхаженных. Беспорочным был ты на путях своих, содняк сотворения твое до тех пор, как обнаружилось беззаконие твое. При обшиной торговли твоей наполнись нутро твое злодейством и согрешил ты. Я не сгверг тебя с горы Божия, погубил тебя, керув покрывающий из среды камней огненных. Возгордело сердце твое от красоты твое, великолепием твоим загубил ты мудрость твою, под тщеславию. И на землю поверг тебя, пред царями предал тебя позор. Множество беззаконий твоих, бесчестностью торговли твоей сквернил ты святыни твои. И я извлек огонь изнутри тебя, он пожрал тебя, и я обратил тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя. Все знающие тебя среди народов ужаснулись тебе, ужасом стал ты, и не будет тебя вовеки. Окей, очень интересно. Описание красивое, то есть, да? По описанию, что мы видим, то есть, да? Описание, в принципе, и великолепие правителя царя Цора, скажем так, выделено как выходящие вон из себя и особенные. Причем они, то есть, это делается с, делая сходство с другими важными, величайшими, выходящими вон из себя вещами. Например, мы можем, то есть, эти описания, то есть, скажем так, подобие царя Цора кому-то другому делятся на две части. В первой части, это 12-13 стих, в принципе, царь Цора подобен первому человеку Адаму Решону, который находится в Ган-Эдене, то есть, да? Он удостоился, первый человек удостоился быть, тому, чему не удостоился ни один человек в мире, быть в Ган-Эдене, в Эденском саду. То же самое, то есть, царь Цор как первый человек находится в Ган-Эдене, то есть, да, в том месте, где он находится. И также он сравнивается, царь Цорский, к первосвященнику, то есть, мы сказали, эфот, то есть, да, с камнями и так далее. И более того, написано, что этому состоянию он удостоился своего рождения, то есть, его состояние. То есть, как мы это вычитаем, в день сотворения твоего были они приуготовлены, то есть, вот это вот состояние особенностей, как у первого человека, Ган-Эден, то есть, да, тебе находишься. И великолепие, как у первосвященника, это с дня твоего рождения. Вторая часть, это 14-й, 15-й стих, то есть, в принципе, царь Цор называется не тем иным, как херувам, херувимам. Более того, место его где? На горе Святой. То есть, да, то, что мы читаем. Ты керув, пространство, и я поместил тебя на горе Святой Божией. Там, и смотрите, сразу приписание мистических действий, которые можно сделать. Там ты был среди камней огненных расхаживал. Он может ходить сквозь огонь, то есть, да, приписываем такие вещи. И там тоже написано, что он получил этот статус при рождении. То есть, да, беспорочен ты был на путях своих со дня сотворения твоего. То есть, да, то есть, это у него еще с рождения все это будет. То есть, да, в таком он состоянии находился. Короче, вот такое вот, кстати, оба описания, если вы посмотрите описание, то есть, оба сравнения, первая и вторая часть, они похожи на между собой языковых. То есть, можно всего таблицу построить, сравнить стих в стих, и вы увидите похожие. То есть, да, в любом случае, точно так же, как первый человек в Эдамском саду, так же царь Цора, то есть, да, не оправдал возложенных надежд. В начале он, да, шел праведными путями. То есть, написано, беспорочным был ты на путях своих со дня сотворения твоего. Но в конце, до тех пор, пока не обнаружилось беззаконие твое. То есть, да, сначала было все хорошо, то есть, да, закончилось плохо. То есть, или на иврите называется, начали с кедуша, закончили кадишем. Это, то есть, это фраза вместо, то есть, это, хотели как лучше, получилось как всегда. Вот, это то, что с ним происхожу. В принципе, он зашел с дороги. Что привело его сходу с дороги? Богатство. Богатство, которое привело его к чему? К гордыню. Которое привело его к чему? К то, что мы читаем. То есть, да, и при обшине торговли ты на полностью нутро твое злодейство согрешил. Ты, я не знаю, то есть, это... Из-за обшины торговли, из-за денег ты пришел к злодейству. Это то, что произошло. Причем здесь уже речь идет не о религиозно-теологической проблеме, в смысле, Богом возомнил. Из-за этого богатства и так далее. Как это говорится в первом пророчестве. А проблема здесь из-за упования, скажем так, опьянением власти и богатства. До того, что это привело к беззаконию. То есть, да, коррупции, беззаконии. Слово, которое используется на иврике, тухах-хамас. Хамас используется, это же слово, то есть, такое беззаконие, когда описывается, что делало человечество перед потопом. В этой молекуле артс-хамас. То есть, да, что напомнилось, это грабеж беззакония. То есть, в принципе, ради наживы, ради богатства делается все, что угодно. Это то, что происходит в цоре, в конце концов. Вместе с тем, в обоих пророчествах мы видим, что подчеркнуты особые качества царя цорского. мудрость, которая приводит его к богатству и к успехам. То есть, да, к успехам в первом пророчестве. И во втором пророчестве к красоте и великолепию. Во втором пророчестве. Которые привели вместе к страшному греху, называющему на иврите Йов-Га-Рах. А точнее, высокомерие. В высокомерие, называется, восхваление, возвышение самого себя над всем. То есть, в принципе, как сказано. Возгордило сердце твое от красоты твоей виколеком, то им забубил ты мудрость твою под тщеславию. О, Йора это больше тщеславие. Хотя не тщеславие, Йора это все-таки высокомерность. То есть, сначала, то есть, там. И в первом стихе, то есть, в пятом стихе сказано. То есть, первое пророчество. Вели кому-то богатство твоего. И вознесло сердце из-за богатства твоего. А здесь у нас сказано. Возгордило сердце от красоты твоей. И богатство и красота привели его. Взлетел. Человек оторвался и улетел. И таким образом, как вначале описывается, что царь Цорский будет похож на первого человека. Так же, как первым человеком, он вылетит из Ган-Эдена. То есть, его Ган-Эден, в котором он жил, вот этот вот Цор, ему придет конец. И он будет выкинуть из него. Как написано, то есть, вначале сказано, что он шел среди огненных камней. То есть, что с ним будет дальше? Мы читаем. То есть, да, дальше с ним будет следующее. И изверг тебя с горы Божьей, погубил тебя керух, покрывающий среди камней огненных. То есть, ты был как первый человек, ты вылетишь из этого. Ты был как керух, и я тебя свергну оттуда с горы Божьей и выкину оттуда тружицу. То есть, одно напротив другого. Значит, как мы сказали, вначале на горе Божьей. В конце он вылетает с горы Божьей и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, сначала он возвышался и поднимался на своей красоте и великолепии. И эта же красота и великолепие его, в конце концов, свели в могилу. Таким образом, в принципе, тут описывается конец Цор. То есть, в принципе, связь между то, что привело царя Цору к его концу, то же самое произошло и с Цором. Богатство, великолепие, сила, успех привели к слишком большой гордыне. И поэтому ждет конец. И Цора, и царя Цора, и само Цора. Таким образом, здесь, кстати, мы видим, что конец. Мы находимся в части пророчеств, которым говорили, которые говорят о других народах. Это отдельная часть. Вначале Хескель говорил о тех бедах, которые простигнут народ Израиля. Это уже закончилось. Мы сейчас находимся в пророчествах о народах. То есть, мы уже другие народы говорили, которые поднесли злодеяние еврейскому народу. И они за это заплатят. Цор злодеяние еврейскому народу не нанес. Почему он будет платить? Мы уже две главы обсуждаем, что его привело к этому. И учим некоторые вещи. И это, в принципе, отсюда мы переходим к третьему пророчеству, которое говорит о Цидоне. Дело в том, что Цидон, это третье пророчество, которое появляется в нашей голове. Цидон, это город, находящийся уже на побережье. Приблизительно 40 километров с северни Цора. Цора, он находится в море. Где-то метров 300. То есть, находился. Сейчас его нет. Метров 300 от берега, севернее, километров на 40, находится Цидон. Это Ливан. Даже есть песенка такая. Штейц Ицботмит Цидон. То есть, два пальца от Цидона. То есть, они еще в диколон. Это когда, про солдат, которые находились в Ливане. То есть, на Южный Ливан, Цидон. И так далее. Это, скорее всего, нет анафический Цидон, сегодняшний Цидон в Ливане. Он немного севернее, Цидон. Он более в северной части Ливана. В любом случае, это отдельное царство. Более того, у Ремиявы тоже описывается как отдельное царство. Потом они как бы стали одинаковыми. Сорт Цидон, они направлены, то есть, рядом друг с другом. Но, в принципе, относятся к ним как к два разных царств. И там описывается порочество следующее. И было слово Господне ко мне сказано. Сын человеческий, обрати лицо твое к Цидону и пророчество о нем. И скажешь так, сказал Господь Бог, вот я против тебя, Цидон, и прославлюсь среди тебя. И узнают, что я Господь Бог, совершу я над ними кары, и буду я освящен в нем. И пошлю на него мор и кровь, на улице его и падут среди него, убитые мечом, направленные на него, со всех сторон и узнают, что я Господь. И не будет впредь для дома Израиля шипа колючего и занозы болезненной среди всех ненавидящих их, окружающих, и узнают, что я Господь Бог. Окей. Очень коротенькое пророчество Цидон. В принципе, оно присоединяется к пророчеству о народах, которые находятся с востоку от земли Израиля. И, кстати, там, когда мы начинали пророчество о тех народах, которые к востоку от земли Израиля, там тоже начинается. Сим, панехаль, бнеамон, вина, бе, алиэм. То есть, да, обрати лицо свое к сыновьям омоновым. И пророчество о них, то же самое про Цидон происходит и так далее. И там, в принципе, описано, что основная проблема тех народов было плохое отношение к народу Израиля. Здесь то же самое происходит, в принципе, что Цидон плохо относится к народу Израиля. Написано, он был, как, как это переверечь, не, шип колючий, заноза болезненная, и так далее, и так далее. И, в принципе, за это придет на него кровь, меч, и придет ему конец. Единственное, что интересно, тут явно описание идет не так, как с теми народами. С теми народами сначала описывали их грехи, то есть, что они просто сделали, а потом, что их ждет. Очень часто похожие вещи, то есть, как бы, мера за мир. Здесь нет, здесь сначала кара, которая их ожидает Цидон, и потом небольшим намеком, не прямым текстом, что именно, а намеком. Шип, колючий, заноза болезненная. То есть, да, что они делали и евреям, плохие вещи. То есть, да, антилы народа Израиля, плохие вещи, и, в принципе, все. То есть, да, они из тех, скажем так, они часть тех, которые ненавидящие. Скорее всего, в принципе, пророчество, это, как бы, скажем так, нужно заценивать миспах. Миспах, это... Вот как же на русском языке слово-то? Это когда есть основной документ, и к нему приложение. То есть, да, это приложение к основному наказанию всех стольных народов. То есть, в принципе, ничего нового про Цидон сказать нечего. Он ничем не отличается от тех, кто от ОМОНа, Муавы и так далее, которому всевышний раз по голове. По этой... То есть, которые докучали, делали проблемы народу. И Цидон как бы по дороге. Раз уже говорили, то есть, мы прошли про восток, то есть, да, задели север, то есть, да, у Цора отдельная проблема, то мы уже упоминаем северный Цидон, то есть, да, которые те же самые проблемы, как у ненавидящей народа Израиля. И ему нужно доказать, что Всевышний-то себя покарает. Поэтому, в принципе, по дороге упомянули его, но, в принципе, и то, что он сделал, и за что ему полагается наказание, оно одинаково, как с теми народами, поэтому тут особо нечего объяснять. Окей. Дело в том, что следующий народ, который будет описан, то есть, следующий кусок, то есть, тоже следующие главы, это будет пророчество о Египте. И этим и закрывается, в принципе, тема пророчества других народов, и Ихискель переходит о пророчествах утешения народа Израиля. И дело в том, что считается в построении, что пророчество об Египте, оно отдельная тема. Как бы это еще отдельный кусок, это как бы можно делить не на три части книгу Ихискель, а на четыре. То есть, есть пророчество разрушения, пророчество о народах, пророчество о Египте и пророчество о утешении. И как это выделяется, что это реально другое отдельное, то есть, тема Египет, тем, что мы закрываем здесь тему других народов и снова переходим на народ Израиля. Тут есть немного, пятое пророчество, которое в нашей, это четвертое пророчество, которое в нашей главе, говорит о народе Израиля. Причем, хорошие вещи. Давайте прочитаем. Так сказал Господь Бог, когда я соберу дом Израиля из народа, средь которых рассеянное... Кстати, хорошо получилось, что у нас вышло. Мы сейчас закончили в главу Нахамуту, то есть, да, после 9-го ава и перешли, то есть, это, утешение. И вот у нас Ихискель говорит утешение народу Израиля. То есть, уже такой проблеский, то есть, проблеск такой уже есть, утешение. Так сказал Господь Бог, еще раз, так сказал Господь Бог, «Когда я соберу дом Израиля из народов, средь которых рассеянные они, то освящусь в них пред глазами народа и будут обитать на земле своей, которую дал я слуге моему Якуб, и будут обитать на ней в безопасности, и построят дома, и насадят виноградники, и будут обитать в безопасности, когда я свершу я кары над всеми ненавидящими их из окружения их, и узнают, что я Господь Бог их. Это пророчество явно связано с предыдущим пророчеством Процедон. Как оно связано? Оно тоже упоминает ненавидящих вокруг. То есть, Процедон говорит, что они такие же, как ненавидящие вокруг, и тут упоминаются ненавидящие вокруг. Но интересно, и снова, это пророчество показывает того, что это как бы закрылось, отдельный файл пророчеств о народах, и переходим на Египет отдельно. Это отдельная вещь, и поэтому и завязано. Но есть очень важная вещь, которую стоит обратить внимание. Зачем это пророчество пришло здесь, что оно пришло сказать? Оно пришло сказать, что наказание народам придет не только ради, очень важной теологической вещи, чтобы эти народы поняли, что Всевышний он Бог. То есть, наказание, которое постигнет эти народы, это будет им доказательство, что Всевышний Бог. То есть, да, в отличие от того, что они не поняли этот момент. Кстати, поэтому, скорее всего, и Цор попал под раздачу по причине того, что они себя возомнили Богом, хотя евреи ничего не делали. То есть, потому что они попали под раздачу со всеми, что все должны они понять, что Всевышний он Бог. И то, что народ... Но это не... То есть, часть, это не все. Потому что это только, скажем так, часть пути к основной цели. Основная цель еще, то есть, пути того, что народ Израиля еще вернется. То, что Всевышний ударит по народам, и народ Израиля вернется, это покажет народам, что Всевышний он Бог. И все это было рука Всевышнего. Но самое главное, это покажет самому народу Израиля, который забыл, что я Господь Бог их. То, что они увидят, то есть, я их изгнал сейчас, у него что-либо изгнание. То, что они увидят, что я покараю другие народы, которых ненавидели, и я их верну, то есть, до них снова дойдет, кто их Бог. Что я их Бог. Это самое главное. И поэтому мы говорили, что в книге хискеры очень важна, очень интересная вещь. Возвращение и избавление не зависят от раскаяния народа Израиля. Мы вот уже упоминали. Кстати, все пророчества, разрушения были для того, для того же самой центральной системы, чтобы они поняли, что Бог с ними был, что был пророк среди них, что все, что с ними произошло, это не просто так произошло, их предупреждали об этом. Чтобы они знали, что все это пришло от Бога. И по этой причине они поймут, то есть, не будут раскаяния, даже не будут раскаяния, все равно он вернет для того, чтобы показать весь процесс, и тогда они поймут и постигнут, наконец-то, что Всевышний он Бог, и раскаются тогда. И это, то есть, в принципе, то, что центральная вообще идея всего, включая наказание самих народов, о которых мы говорили до этого. То есть, по дороге показывают народам, кто Бог, но самый главный зритель, скажем так, всего этого действия, исторического разворачивания на Ближнем Востоке, древнем, включая изгнание, разрушение других народов и возвращение еврейского народа, все это для того, чтобы этот зритель, который когда-то заключил союз со Всевышним на Синае, и он потомок тех, с кем заключил Всевышний союз, понял, кто конец Бога. Чтобы до него дошла эта идея, то есть, от Месса до него дошла, то есть, эта идея, то есть, то, что Всевышний хочет до него донести, то есть, изначально. Так, на этом мы сегодня закончим. Те, кто нас слушал записи, всего хорошего. До новых встреч.